Приятного времени препровождения С вами козёл Альпийский И это, да, долгожданная Неделя мистера Шакала Скорее всего это будет последняя Неделя весны Мистер Шакал Он как раз, как не зря Подходит на то, чтобы Проводить весну И встретить лето Своей Шакалей улыбкой Клыками своими, диким рёвом Ааааа Вот таким И сегодняшнее видео будет тоже долгожданное Да, у меня что не видео, то долгожданное Ну, потому что Козлина рассказывает Ну, как он чувствует, а на самом деле надо бы рассказывать Так, чтобы был какой-нибудь Порядок, чтобы было, или еще что-то такое В общем, 40 минут, как всегда Видео будет называться Кто же такой Мистер Шакал Да, обо всем по порядку, это будет вводное видео Давно пора его было записать на канале Это очень много вопросов, кто такой Мистер Шакал Это так интересно Отвечать в комментариях долго И каждому в комментариях отвечать, потом ссылки на это Давать, я это не умею делать, мне проще записать видео Итак, обо всем по порядку Мистер Шакал, это естественно человек Это не какой-то там зверь, да Как бы ему это не приписывали И, ну, скажем так, он Очень многогранная личность Обо всем теперь по порядку Мистер Шакал, он смешанного происхождения Отец у него сибиряк Ну, это такая легенда, что у него отец сибиряк А мать его наполовину гречанка Наполовину турчанка То есть, но несмотря на то, что как бы Очень много разных людей у него было в предках Сам Мистер Шакал, да Едва ли на одного человека имеет интеллект То есть, он, скажем так, глуповат был, да Мистер Шакал был глуповат Был очень злобен Был очень яростен И, скажем так, был Неадекватен Я не буду говорить немного Ну, потому что немного неадекватен Это можно любому человеку сказать, что он Немного неадекватен, да Кто-то может там, ну, лишнего выпить Кто-то может на радостях, что у него там ребенок родился Тоже может снеадекватничать немножечко, да Но Мистер Шакал, он был неадекватный всегда То есть, вот как, например, не знаю, говорят Пионер всегда готов, да Вот такая поговорка была в советское время Да и сейчас ее часто любят использовать В ироническом ключе, как правило Но вот Мистер Шакал, к сожалению, нихрена не в ироническом ключе был двинутый Да, то есть, как говорил пан Белочка На моей улице все говорят так Ты знаешь Мистера Шакала? Конечно, он тронутый То есть, да, Мистер Шакал, он такой тронутый То есть, я намеренно не говорю каких-то медицинских диагнозов Потому что, ну, тронутый Возможно, он тронутый языческими богами Которых он очень любил Однако не мог перечислить даже ни одного пантеона Ни славянского там, ни какого-нибудь египетского Я не знаю, ни еще какого-нибудь Да, ни индуистского Несмотря на то, что он сам был многоруким таким шакалом, демоном Ни одной книжки он за свою жизнь не прочитал Он не интересовался книгами Он считал, что надо прокачивать силу Но, собственно, эта сила особо ему не помогла И взгляды у него на жизнь были непонятные Почему я говорю непонятные? Потому что, ну, за 15 лет, которые я его знал Или, там, может, за 12 Я не знаю точно, сколько лет я его знал, не помню Я так и не понял, какие у него взгляды на жизнь В общем, Мистер Шакал, он неоднозначный человек Но мне лично и многим моим друзьям, если не всем Он запомнился как такой варвар А теперь о внешности Мистера Шакала Мистер Шакал был высокого роста Метр восемьдесят Значит, мускулистого, крепкого телосложения Если вы представите, как выглядит диснеевский тарзан Да, то есть голова диснеевского тарзана Плюс голый торс конана варвара Плюс накачанные ноги Плюс огромные кулаки Значит, то это будет Мистер Шакал Он обычно носил волосы средней длины До плеч где-то Но вот в последнее время, да, вот Мистер Шакал Когда я его видел в последнее время Он стал отпускать длинные волосы То есть вид у него был такой варварский, фэнтезийный Располагающий к себе Но у него были недостатки В частности, ну, его лицо всегда было искажено Гримасой Такой, я бы сказал, гримасой неадекватности У него всегда были выпученные глаза Такие стеклянные Глаза у него были голубые-голубые Как вот в мультиках рисуют То есть не серые, а именно такие ярко-голубые И вот они, когда он их выпучивал Он казался каким-то, не знаю, выходцем из инсмута Да, вот этим рыболюдом Который там славит Ктулху Или, не знаю, которая там облизала морская звезда Или что-то подобное В общем, достаточно странно он выглядел И мистер Шакал все время ходил с холодным оружием Как я уже говорил в видео Мистер Шакал, гребаный демон Все время он ходил или с тесаком Или с топором Или с мечом То есть вот реально он ходил все время Это были не реплики Это было реально холодное оружие Так что и подводим итог Не будет это видео длинное Это будет видео такое Вводное, скажем так Мистер Шакал это современный варвар То есть такой кричащий Брутальный Глупый Яростный И совершенно неадекватный Вот так А пока с вами был Козел Альпийский Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Я все это дело очень люблю Я все комментарии лайкаю На все комментарии отвечаю По возможности А пока до новых встреч С вами был Козел Альпийский Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok